Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Франческо Альбани – итальянский рисовальщик, живописец и эскист академического направления Болонской школы. Работал преимущественно в Болонии и с перерывами в Риме. Я цитирую Ютипедию. Франческо Альбани родился в Болонии в семье торговца Шолк 17 марта 1578 года. Отец Франческо хотел, чтобы сын занялся торговлей, однако с 12 лет Франческо учился в живописи в школе-мастерской фламандского художника Дениса Калверта в Болонии. В школе Калверта Франческо Альбани познакомился с художниками Доминикино и Гвидорини. Затем перешел в Академию братьев Карачи. Его основным учителем был Владовик Карачи. В сотрудничестве с ним он работал с 1596 по 1598 год над фресками и оратория Сан-Кламбана, а затем в Болонском палаце Фау. В 1600 году переехал в Рим, где работал в палаце Форнезе. Был одним из наиболее близких помощников Аннибали Карачи. В росписях церкви Сан-Джаком-Отель-Испаньоли, Палаце Матея и Диджо. Затем работал в других церквях. Среди заказчиков Альбани были члены самых влиятельных кримских аристократических семей, в том числе Боргеза, Колонна, Карсинии, Жустиниани. Доказательством успеха художника является его принятие в члены Академии Святого Луки. В 1621-1622 годах он временно работал в Монтуве, но затем вернулся в Рим, где он получил заказ от кардинала Боргеза на четыре больших тонда на тему истории Венеры или времена года. В Риме Альбани работал с 1623 по 1625 годы. После 1625 вернулся в Болонию, где у него была большая мастерская. В 1633-м Джованни Карла де Медичи вызвал художника во Флоренцию, где Альбани завершил несколько картин, изначально заказанных герцогом в Монтуанске. Был дважды женат, сначала на Анне Русконе из Рима, которая рано умерла, а затем на Дороличе Юраванте, от которого у него было 10 детей, которые служили художнику-моделями для изображения ангелов его картины. У Франческо Альбани было множество помощников и учеников, в том числе его брат Джованни Батист Альбани и Андрея Сакки. Был мастером мифологических сюжетов. В течение последних 30 лет жизни его мастерская продолжала производить небольшие картины, мифологические и великозные сюжеты, но не всегда лучшего качества. Для его творчества характерна взвешенность пейзажей фигур, сливающихся в поэтические единства. Фигура не приобретает барочную монументальность, как в живописи многих его коллег, и не доминирует. Франческо Альбани с его поэтическим единством фигур и природы можно рассматривать как своеобразного предшественника Антуана Ватова. Альбани не был склонен к тенебризму, живописной манере, технике и течении в искусстве эпохи барокко, сложившейся в Риме 17 веке под воздействием живописи караваль. В основе искусства тенебристов, как и представителей живописи ночных сцен, лежит работа с эффектами света и тени. Жермен Базен, французский историк искусства, хранитель Лувра, отмечал, что Альбани принадлежал к тому же классическому течению, что и Никола Пусин и Пьетро де Картона. Неслучайно в среде римских художников его называли «анокрионом живописи». В Санкт-Петербургском Эрмитаже хранятся четыре картины Франческо Альбани. Умер художник в Болоне в возрасте 82 лет. Так, вкратце, из переводной википедии о Франческо Альбани, итальянском рисовающем живописи и фрискисте академического направления Болонской школы. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok